Я не понимаю, почему Катючек разделяет на своих и чужих по национальности и генам. Это не определяет, кто враг, а кто друг. Потому что отношения выстраиваются из интересов и общих взглядов, из торговли тоже, а не по нации. У нас в Китае нормальные отношения, а с поляками плохие. Но тут смысл такой, здесь надо кто свой и чужой, но не так оно определяется. С поляками мы однозначно свои, и понимать этот принцип надо по родительскому фактору. Ну вот представьте, некий отец, у него передрались дети, воюют и стали врагами. С точки зрения истины, с точки зрения отца, ну это исходная информация стартовая, Эти дети друг другу свои, отцу он не свои, это свои люди, которые бьются. И внуки этих детей это будут свои люди, которые бьются, им не надо биться. Неважно какие насаждены теоретические основания для того, чтобы бились, какие там поводы религиозные, нерелигиозные для битвы. Это свои люди, которые сами себя умножают. Другой здесь какой-то, правда, истина здесь невозможна. Все остальное притянуто за уши. Возник вопрос о религии, христианстве, в частности, немало темных пятен, скажу. Мягко, дабы не обидеть чувств верующих. Ни одному мне известно о процессах становления христианства на Руси огнем и мечом. Так сказать, сколько было вырезано русского народа, да и не только русского, и само понятие православие не имеет и так далее. Квендическое подразумевает, удобно для управленцев. А по логике на концепцию объединять и совместно управлять. Развернутый обзор этой темы буду. Ну, развернутый обзор этой темы. Вот краткий обзор этой темы дам. Вот представьте, мы где-то давали этот обзор, в принципе, интересы, смысл жизни украинца, по-моему, этот ролик назывался. Объяснялось, вот мы беседовали с таким интересным собеседником из Украины. Он имел очень необычный взгляд. Ну, как, для них обычные, ну, с точки зрения логики, необычные взгляды. Он их озвучивал. А я задавал вопросы, сколько религий он заинтересован, чтобы было в его селе. Мы приходили к выводу, что да, в его селе нужна одна религия. Тогда народ не будет там драться через 20 лет и так далее. Сколько одних взглядов вам надо на регионе, там, село, соседнее село, если они будут под другим верованием, другими принципами, республика, не республика, область, не область, какова должна быть общность. И там, в принципе, человеку становилось понятно, что для того, чтобы его народ друг друга не убивал в долгосрочной перспективе, ему желательно, чтобы весь народ был более-менее под одной религией. Или эта религия должна позволять не воевать другим народам. Управление страны должно позволять не воевать другим народам. То есть должен быть режим спокойного существования для других религий в этой системе, который не приводит к вспышке, к войне в данный момент. Хотя все религии заточены в конечном итоге, чтобы воевать с представителями этносов, придерживающихся других религиозных взглядов. Но это система такая. То есть безопасность настигает тогда, когда ваша территория перекрыта одной религией. А вот когда вы к этому идете, вот тогда небезопасность. Пока вы не пришли к одной религии, вы друг друга режете. И когда вы уменьшаете зону своей религии, вы друг друга режете. Поэтому спокойный процесс, когда вот она уже есть, а вот пока вы к этому идете, это война. Вот сейчас на Украине происходит что? Перетягивание Украины в католичество, да? Ради этого создана война, и мы друг друга режем. Вот это вот реальность, да? Раньше было это сделано с Польшей. Поэтому религию недооценивать – это ошибка. Религия – это очень мощный инструмент, позволяющий выжить вашему государству. Те люди, которые зомбированы, кидываются на религию – это, ну, интеллектуальная трагедия. Им только соболезнования подорожник к колбу так приматывать. Все атеисты – это в основном забированные садомиты, которые готовятся стать перегноем для другого народа, другой веры и так далее. Которые не поддерживают свое государство. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности – и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...